Чебоксары 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 Пересекая 7 городских магистралей Среди которых проспект Ленина, улица Энгельса, Чапаева, Цивильская, Валькевича, 50 лет Октября и Патриса Лумумбы А заканчивается она Т-образным перекрестком с улицей Калинина Но обо всем по порядку В годы великих пятилеток в нашей стране научились за рекордно короткие сроки возводить любые здания, сооружения, дороги и даже улицы Опыт скоростного строительства есть и у Чебоксар Всего за месяц небольшим посреди бывшего колхозного поля была построена улица энтузиастов Да, вы не ослышались, именно такое название она изначально носила Переименовали ее в 1962 году, после того как наш земляк Андриан Григорьевич Николаев совершил космический полет на корабле «Восток-3» В отечественной космонавтике ему выпала особая роль Николаев первым в мире осуществил свободное космоплавание, освободившись из кресла Установил радиосвязь между кораблями «Восток-3» и «Восток-4» Провел первый космический репортаж Я вас слышал, товарищ Николаев, я рад, что у вас хорошего самочувствия и что опору труда работает безотказно Приветствую вас и горжусь тем, что вы проявили мужество совершить такой исторический полет В те памятные дни люди с нетерпением ждали очередных сообщений радио и печати о полете космонавтов Надо ли говорить, что вся республика ликовала? Для тысяч мальчишек и девчонок Андриан Николаев был кумиром, живой легендой Для молодежи он был идеалом Трудно посчитать, сколько мальчиков в те годы были названы именем Андриан После полета 2 сентября 1962 года космонавт номер 3 прилетел на родину И везде его встречали цветами и бурными овациями Одна из старейших школ города Чебоксары гордится тем, что тогда Николаев посетил это учебное заведение Школа номер 10 только-только открылась Тогда это было первое здание на Новой улице, названное в честь Андриана Николаева Знаменитый земляк сразу же пожаловал в гости Встречи долго готовились Все говорило о том, что Андриану Григорьевичу понравилось, как его приняли Было много вопросов о полете и подготовке космонавтов Концертная программа, где выступали учащиеся А космонавт номер 3 даже спел со школьниками песню В школе был оркестр народных инструментов И вот дети подготовили большой концерт для такого почетного гостя Он с удовольствием поприсутствовал на этой встрече Дети приняли его в почетные пионеры С тех пор пионерская дружина школы стала носить имя Андриана Николаева Космический герой старался чаще приезжать на родину В 10-ю школу он вновь пришел в гости лишь спустя 36 лет Следующая наша встреча с Андрианом Григорьевичем Николаевым Произошла, я имею в виду учащихся и учителей школы Через 36 лет 14 сентября 1999 года Встреча была, знаете, такая вот неожиданная для нас Мы его встречали на крыльце школы с хлебом с солью Исполнили ему приветственную чувашскую песню Даже я ему что-то говорила на чувашском языке Хотя я сама не, так сказать, чувашский язык не знаю Но я выучила Ему было очень приятно И для него одна наша учительница, Риудская Ирина Васильевна Испекла свой фирменный пирог И затем она его торжественно этот пирог ему вручила После этой встречи школа стала носить имя Андриана Николаева На сегодняшний момент в 10-й школе сформировано 36 классов Причем 22 из них космические В школе есть свои реликвии Китель Николаева, его личные часы, множество фотографий И флаг, который побывал в космосе Вообще это один из первых школьных флагов, побывавших в космосе Это настоящий флаг, он прям с космической пылью Вообще на всяких мероприятиях в рамках движения юных космонавтов В различных школьных, республиканских мероприятиях Мы используем дубликат этого флага А этот сам настоящий флаг хранится в кабинете директора школы Помимо этого в школе имеются свои космические традиции и праздники Учащиеся совместно с учителями написали гимн, который исполняется на всех школьных линейках В нашей школе существует замечательный отряд Состоит он из мышленых, любознательных ребят В нем девчонки и мальчишки самых разных возрастов Но их всех объединяет к звездам, космосу, любовь 15 августа 1987 года на перекрестке улицы Николаева и проспекта Ленина Был установлен памятный знак в честь 25-летия первого полета в космос нашего земляка Композиция, выполненная скульптором Брындиным и архитектором Орешниковым Является одной из визитных карточек Чубаксар Ежегодно 12 апреля в день космонавтики и в сентябре в день рождения чувашского космонавта Сюда возлагают цветы На этой улице есть еще один золотой юбиляр Детский парк имени Николаева 19 июля 1962 года на заседании городского совета депутатов трудящихся Было принято решение об открытии детского парка И уже через 6 дней он гостеприимно распахнул свои двери Имя Андриана Григорьевича Николаева было присвоено ему 13 августа того же года Все эти березы, липы и клены были посажены чубаксарскими школьниками Постепенно здесь появились дорожки, качели, футбольные площадки Проводились культурно-массовые мероприятия Вывешенная входа в парк афиша призывала взрослых гостей быть достойным примером для подрастающего поколения Бережно относиться к зеленым насаждениям, не курить и не сорить Но к 90-м годам парк зарос и превратился в чащу, в которой собирались отнюдь не дети В 1997 году началась реконструкция парка Его территория была расчищена и благоустроена Изменился дизайн, были разбиты клумбы, посажены новые зеленые насаждения Построен детский городок, спортплощадка В последние годы появилась фотоплощадка, любимое место для семейных фотосессий Заработали новые аттракционы, детское кафе и фонтан летящие утки Правда, в последнее время фонтан не радует радужными брызгами Он нуждается в ремонте Часть мраморных плит отвалилась, другая держится еле-еле Тем не менее, парк Николаева – любимое место отдыха для детей и их родителей Еще бы, ведь здесь даже имеется мини-зоопарк Кролики, морские свинки, шиншиллы, хорек и два дикобраза белый и черный лисенок Осенью прошлого года здесь появились новые питомцы – фазаны Возможно, в парке построят настоящий скотный и птичий дворики Обезьянник, теплые вольеры для других животных В парке часто слышен детский смех Ведь здесь каждый выходной праздник На сцене выступают детские коллективы На спортплощадках проходят культурно-массовые и спортивные состязания Устраиваются и выставки детских работ, конкурсы рисунков на асфальте Я люблю гулять, люблю животных смотреть, кормить Мы часто с мамой приходим в этот парк Парк назван в честь космонавта Ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- Я кормлю кроликов и бегаю по улицам. В этом парке мне нравится гулять с родителями, с друзьями, как тут проводят разные игры, танцевать, петь, играть. И тут очень хорошо гулять. Этот парк назван в честь космонавта. Точка, точка, запятая, вышла рожица смешная, ручки, ножки, огуречек, появился человечек. Несмотря на то, что на улице Николаева нет особо примечательных архитектурных сооружений, как, к примеру, в центре города, она была и остается одной из самых популярных среди чубаксарцев. Здесь всегда приятно прогуливаться. Особенно это приятно делать весной, когда цветут липы, и их сладкий запах слышен издалека. В начале 60-х годов прошлого века здесь возвышались в основном только пятиэтажные жилые корпуса. В 61-м построили Чувашский республиканский телецентр и телестудию. Затем уже 4 марта 1974 года на улице Николаева, 20, разместилась пожарно-техническая выставка. Ежегодно ее посещают несколько тысяч горожан. Экспозиция рассказывает о том, как развивалось противопожарное дело в столице и республике в целом, и о людях огненной профессии. В прошлом году, 5 сентября, на пересечении улиц Николаева и Калинина появился еще один памятник, который, по мнению городских властей, станет символом беспримерного героизма и выдающихся достижений нашего земляка Андриана Николаева. Это место было выбрано не случайно. Медный Николаев установлен на улице, где все связано с его именем. Кажется, что он только что приземлился, встал на землю и смотрит в сторону своих родных шоршел. В апреле 2011 года решением комиссии по переименованию улиц этот сквер также назван именем Николаева. Городские власти обещают благоустроить микрорайон, где появился второй памятник Чувашскому Соколу. За ним планируют разбить сквер космонавтики, где установят образцы космической техники и бюсты космонавтов. В Чуваше имя звездного сына есть на карте практически каждого муниципалитета и крупного населенного пункта, что неудивительно. Но улицы, названные в честь Андриана Николаева, имеются и в других городах России. К примеру, в октябре 1962 года одну из главных улиц Смоленска также назвали именем космонавта Чуваша. Наш земляк стал не только национальным героем, но и человеком, которого узнал и полюбил весь мир. Имя Николаева носит кратер на обратной стороне Луны, ледниковый купол в архипелаге земля Франции Иосифа, хребет в Антарктиде, корабли, многочисленные школы и отряды юных космонавтов. Звезды не гаснут, и через столетия они освещают дорогу живущим. Светлая память об Андриане Николаеве навсегда сохранится в сердцах народа. На адрес национального телевидения Чуваши продолжают поступать ваши письма. Сегодня мы решили показать часть из них. Наша акция продолжается. Присылайте ваши письма с фотографиями на электронную почту tv-ntrk21.ru с пометкой «Летопись столицы». Присылайте ваши фотографии, сделанные много лет назад на улицах города Чебоксары, к нам на национальное телевидение Чувашия. Эти фото увидят жители нашей республики. Вместе мы создадим летопись столицы. Субтитры создавал DimaTorzok